Ставь лайк и пиши в комментариях, в какой клуб ты перейдёшь. А спонсором данного видеоролика, блядь, чтите накрутку монет по хорошим ценам, тогда для вас ссылочка в описании, а также мой промокод. Но будьте внимательны, накрутка идёт на ваш страх и риск. Всем привет, друзья, с вами Влад Капуста. Это аккаунт без доната, я буду его сегодня прокачивать, получим награды бесплатные. Давайте, пожалуй, начнём с квестов. Будем всё лучше и лучше награды получать. Интересно, сумели хотя бы одного элитного игрока получить в наборах? Самоцветы, очки, лиги, тут вряд ли что-то будет. Винсен, да. Так, давай, давай, хотя бы одного элитного игрока. Тут тоже, походу, ничего не будет. Снова он выпадает мне. Итак, здесь есть шанс на то, что мне выпадет элитный игрок. Да, есть, есть! Интересно, какой рейтинг будет? Я думаю, ну, 81 максимум. Ну, макс. Неплохо. Хотя бы одного элитного игрока мы получили, и это круто. Переходим дальше. Пасхам. Итак, начинаем открывать яйца. Я хотел бы, конечно, чтобы мне элитный игрок выпал. Вот честно. Показать всё сразу. Нет. Нету, к сожалению, элитного игрока. Хотя здесь написано то, что, возможно, награды это элитный пасхальный игрок. А, защитник. Но, к сожалению, пока что не вижу таких игроков. Что-то мне вообще в этих наборах не выпадают элитки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вам выпадают элитные игроки в этих наборах или нет. Ну-ка, открываем всё сразу. Всё-таки нету. И это обидно. Сколько уже не открывал вот этих яичек, и ни хрена не выпадает золотой билет. Мне кажется, то, что для видимости, есть способ даст 2-3 билетика именно своим ребятам, которые покажут все аудитории на реддите, там, на форумах различных. Либо вконтакте, в сообществах и так далее. Остальные яйца не хочу пока что открывать. Посмотрим, что и как будет. А, кстати, забыл уже самое основное. То, ради чего я здесь собрал вас. Итак, награды корзины. Я вначале думал взять центрального защитника с рейтем 96. Думаю, ну, под накоплю там за 5 дней 100% сумел бы его взять. Но! Но! Я так подумал, Марвус мне важнее на самом деле. Итак, 50 жетончиков я трачу. И получу карточку с рейтем 95. Обновить состав, нажимаю, подтвердить. Итак, мы переходим сюда. Легендарное усиление будем получать. Это важнее. На самом деле, усиление это самая четкая тема. Получаем усиление. Сейчас будем качать наших игроков. Хотя, конечно, я бы взял бы еще одного игрока с рейтем 95 в свой состав. Но, оставимся с тем, что у меня сейчас есть. Второй нападающий. Сдерживание. Еще одно легендарное усиление мы получим. Номер 1. Так. Мы заходим в состав. Усиление навыков. Пока что не особо четкое, как мне хотелось бы. Дриблинг. Прокачаем наш игрокол. У меня рейтинг был 102. Сейчас будет 103. Если я не ошибаюсь, именно сейчас. Да, 103 есть. Вот так вот мы еще и прокачали наш состав. Общий качнем. Мне нужно что-то еще решить. Именно центральным полузащитником. Потому что, ну, Кандогби. Конечно, крутой игрок. Но что-то не то. Вот в последнее время меня супер-пупер так не устраивает в игре. Как мне хотелось бы. 104, к сожалению, в этом выпуске не сумеет сделать. Потому что нужно по задроте. Я сидел на сайте, вот, на fifarenders.com. Долго думал, как же правильно прокачать состав. И сделать так, чтобы, ну, уже рейтинг был 104-105. Но придется достаточно немало монет. Получить где-то для того, чтобы качнуть этот состав. По этой причине, заработок монет, вы мне говорите, не стоит. Не делай, Влад, не делай. Если дадите добро, сделаем там где-то, ну, 25-30 миллионов монет. Я для вас запишу, как я это все выполняю. Чтобы вы смотрели, что и как. Типа, и тогда будет все честно. Ну, то вы мне напишите, если я сделаю себе монету, сразу. Ладно, не честно, не честно и так далее. Ну, поэтому, жду от вас ваши комментарии. Наберется, например, под этим роликом 5000 лайков. Сразу же делать для вас видосик по заработку монет. Чтобы вы заработали себе монеты. И просто-напросто ни в чем себе не отказывали в этой версии FFM Mobile. Марлса, конечно, хочу затасировать. Посмотреть на то, как его карточка будет себя показывать в действии. Вот насчет Болотели, на самом деле, еще не знаю. Что мне делать с его карточкой? Нужна ли мне эта карточка в составе? Потому что, ну, вначале было круто. А потом, что-то смотрю, Болотели как-то не вытягивает. Я не чувствую, ну, эйфории, которую должен испытать. При том, когда нападающий мой задействован. Вообще ничего не испытываю. Ну, Болотели так Болотели. Знаете, вот некоторые моменты вообще портачат так жестко. Надеюсь на то, что Марлс будет себя показывать на все 100%. Кандогбя, Бонг и Болотели. Остальные раки, ну, безупречные. Мы можем взять плюс один к его карточке. Давайте это сделаем. 608 тысяч монет я потрачу, но это стоит этого. Шикарные характеристики у Наката. Ну, и нашего нападающего, который я возьму вместо Болотели. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Кого мне стоит взять вместо карточки Болотели? Давно ждал, чтобы получить вот эти вот награды. Трис Мертенс, Сане, Верати тут еще будет. Получаю Мертенса. Получите, героев команды, задача выполнена. 86 рейтинг, Верати. Вот, походу, Келлини я буду получить так долго времени, что пипец. Марку Верати. Рафаэль Варан. Хотелось бы, конечно, чтобы я уже получил Кевина Дебрюна с рейтинг-91. Вот топового карточка такая сумасшедшая. Для того, чтобы получить одну из этих топов карточек, мне нужно 60 жетончиков. Ребята, 60 жетончиков, это так до хрена времени надо позадроги. Для того, чтобы взять вот этих вот топов к себе в состав. Пипец, блин. Ну, и Кевина Дебрюна, там пипец, походу, 100 жетончиков где-то надо будет. Может быть, даже больше, я точно не знаю. Итак, мы получим 600 самоцветов. А, нет, 300 всего лишь. Следующая награда 500 самоцветов, получить всех героев команды. Я думаю, то что, ну, где-то так, через месяц, возможно, получу всех героев команды. А может быть, и не факт, а что через месяц. Сыграем один матч в режиме атаки. Посмотрим, насколько хороша будет карточка Марвелса. Итак, рейтинг нашего соперника 105, у нас 103. Вот здесь будет настоящая заруба. Хотелось бы, конечно, продержаться и сделать так, чтобы хотя бы равная игра была. Ничейку сыграть даже. Ну, и чтобы себя Марвелс пробил. Если не будет момента у Марвелса, то я ему не буду давать возможности. Будем играть именно по игре. Как будет, так будет. Болотели. Пике мы обошли. Болотели забьет. Да. 1-0. Кандогбя. Месси нам забивает. Вот веточку. Кандогбя. Ну. 2-1. Да. Да ну не сюда хотел же. Ну, что ж такое. Так, у нас отличный момент. 3-2 играем. Ненавижу отсюда начинать игру. Как-то, ну, меня не впечатляет. Пике отобрал у нас мяч. Болотели. Марвелс. Конечно, скорость решает очень сильно. 4-3 играем. А что мне нравится Марвелса карточка? Так это то, что он скоростной. Да ну как он там отбил. Непонятно на самом деле. Кандогбя. 5-4 играем. Блин, отвратительный момент. Слишком много центральных защитников его. Отсюда пробьем. Постараемся забить. Ну, Болотели, ну что такое? Что такое в том моменте? Как так? Неста, пожалуйста. Не подведи меня. Красавчик. Азар. Да что такое? Ни хрена себе он меня сбивает. Там пенальти надо было ставить. 100% на пенальти. Как мне кажется. 7-6. Надеюсь то, что победа за мной. Да, победа за нами. Фу, блин. Сложно было играть против соберника с общим врателем 105. Но все же мы достигли победу. И мы отобрали у него очень важных фанатов. Которые нам 100% пригодятся. Ребята, что могу сказать насчет карточки Марвелса? Так то, что он очень быстрый. И мне это нравится. Ловкость это прежде всего. Если бы мне заменить скорость у карточки Болотели. То я бы его просто-напросто даже не продавал. Потому что это нереальный нападающий. Ему все лишь не хватает скорости. Скорость рывка и ускорения. И все. И после этого ваш нападающий феррит на футбольном поле. Так что вот такое вот, ребята. Я надеюсь на то, что вам понравился мой выпуск. Вы не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. Влюбитесь кучу лайков. Написайте какие-то приятнейшие комментарии. Чтобы я провел кайф свой день. И почитал все то хорошее, что вы пишете. Ну а всем вам, ребята, до скорых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok